привет народ здравствуйте всем третья часть моих вот этих вот видео про xbox 360 игры то есть этот цикл видео я вам показываю по моему мнению не по праву забытые игры для прошлого поколения то есть xbox 360 и к сожалению этих игр еще нет у нас по обратной совместимости на консолях от microsoft то есть xbox one очень очень сильно надеюсь что в скором времени скором будущем когда выйдет xbox series x это поменяется и мы увидим хотя бы некоторые игры из вот этих вот видосов которые я вам сейчас показываю вообще знаете я также любитель смотреть такие рода такого плана видео но на ютюбе вы знаете смотрю каких-нибудь людей которых я не знаю которых я первый раз в жизни вижу натыкаюсь на ютюбе я с удовольствием смотрю вот такие вот вот такого плана рода видео но вы знаете все почему-то показывают когда идет речь о playstation 2 например все показывают только года вор потом когда речь идет о xbox 360 все почему-то показывают gta ассасин скридов то есть игр с вор такое ощущение что для этих приставок не было других игр то есть я прекрасно понимаю что показывают известные игры но зачем как я считаю эти известные игры они на ту и известные игры то есть про них знают все они не нуждаются в особом представлении понимаете и когда я включаю очередной видос от кого-нибудь кто показывает playstation 2 игры или xbox 360 то мне опять люди показывают вот есть need for speed most wanted вот есть gta 3 gta 4 вот есть году вор вот есть гирс вор я об этом знаю я хочу смотря эти видео узнать о чем-то новом понимаете и вот именно это я и пытаюсь людям донести то есть прошлое поколение xbox 360 оно одно из моих любимейших я прошел массу просто массу обалденных игр и как мне кажется они просто-напросто не по праву забытые эти игры были как на xbox 360 на playstation 3 и на компьютерах и вот этими видосами я как-то пытаюсь эти игры к вам поближе поднести понимаете чтобы вы о них узнали так что друзья в этом видео опять 10 игр 10 забытых игр может быть для некоторых они не забытые и вообще опять же друзья не забывайте что хоть это и топ хоть это не 50 не 60 топ нет я здесь просто показываю каждом видео по 10 игр не знаю насколько нас здесь хватит и может быть что некоторые игры вы проходили скажете да ну шлак какой-то друзья это все вкусощина я показываю здесь именно те игры которые зацепили именно меня предлагаю не откладывать все в далекий ящик а то уже две с половиной минуты здесь интро наговорил блин и ни одну игру не показалось так что друзья давайте будем начинать помаленьку и предлагаю начать с игры как вы знаете мы идем по алфавиту каждое видео мы начинаем звук а и заканчиваем буквой цвет ну так что так уж получилось друзья предлагаю начать с игры black side как вы знаете было также еще и первая часть для playstation 2 xbox 3 xbox original и пк которая называлась area 51 или как бы неофициально называлась black side area 51 то есть это шутеры от первого лица где нам показывают какой-то инвэйжен инопланетянами то есть когда инопланетяне захватывают мир то есть друзья у нас сегодня столько будет игр которые знаете будут какие-то какие-то непонятные истории элементы в себе знаете как бы держать это эти игры ни в какое сравнение идут современными играми которые как каждая вторая игра у нас построена должна быть обязательно на серьезных щах так что здесь такого не ждите black side area нападают какие-то пришельцы вы как всегда отряд спецназа или чего там я не знаю американцев и начинаете давать этим пришельцам отпор блин обалденный филинг вы когда бегаете очень интересно стрелять это конечно не call of duty такого фидбэка попадания нет как в call of duty battlefield но все равно блин классно бегаете стреляете всякие разные элиэнсы то есть чужие и большие и маленькие и каких только здесь чужих нету я имею ввиду чужих я просто уже привык элиэнсов то есть инопланетян называть чужими не знаю также в игре есть покаталки покатушки то есть вам дают машину это конечно не gta друзья ни в коем случае нет вам дают машину вы с пункта а в пункт б пробираетесь за вами может быть кто-то какие-то вертолеты или какие-то летальные объекты чужих преследуют короче блин классно вот именно такие игры должны быть то есть игры это интерактивное развлечение и это не как фильмы то есть фильмы мы знаем у нас есть и сайн сайн сайм 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 сикшн то есть фантастика и все но блин именно игры это такой медиум где ты можешь как режиссер или как разработчик на сто процентов выкласса и показать людям то что еще не было на экранах и вот в принципе эта игра не относится к такому жанру нет но я говорю вам о том что блин это не call of duty знаете здесь вы убиваете инопланетян то есть какой последний шутер был про инопланетян не считая хэлло какой я думаю ресистанс но это уже сколько лет назад вот такая вот тема друзья блин мне нравится все просто-напросто нравится все все игрушки которые вам показываю это знаете друзья это нифига не трайпл эй продукты это дабл эй то есть так называемые би игры знаете как есть бимули так и если бии игры так вот это те игры которые блин может быть некоторые даже товарищи я увидел несколько раз в интернетах которые говорят знаете им дают на торрентах игру например вот допустим black site area они говорят нет не очень жалко болванки то есть представляете людям жалко фокинг болванки для игры я считаю это просто вообще это прискорбно и я бы советовал бы таким людям просто бы напросто подзадуматься что они творят короче вот честно им дают бесплатную игру у них прошитая консоль или джейтэк консоль и им жалко болванки ну такой извините друзья в низости я еще не видел нигде я брал все знаете как говорится дают бери я брал все когда у меня была прошитая консоль я брал абсолютно все и все игры я пропускал как бы это смешно не звучало через себя я во все них играл я со всеми ими знакомился и я открыл для себя множество так их знаете жемчужин и шедевров блин про которые некоторые люди вообще даже и не знают вот видите вот такая вот тема блин классно уже конечно же а кстати друзья тут что-то молчу блин а вы посмотрите у нас княжинца цветная посмотрите вот эти вот твари на вас нападают блин просто все круто как же мне нравится прошлое поколение консоли а друзья блин ах 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 две тысячи седьмой год народ вот такие вот игры были две тысячи седьмом году black side area поиграете постреляете поверьте мне игра делает фан в игре множество локаций вот у вас пустыня вот у вас какой-то техас вот у вас еще какие-то городские я не знаю локации плюс конечно же area 51 в неваде в пустыне то есть как вы знаете и сетеван это такая знаете по легендам я не знаю нам легенды гласят что там в америке хранится всякая непонятная утварь и вплоть до я не знаю вплоть до инопланетян короче интересно но никто до сих пор так и не может нам сказать точно что же там у них лежит на на этой area 51 так что друзья black side area дайте игре шанс поиграйте блин делает реальный фан и дайте игре шанс по и 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 те есть и и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Домнейшн. Народ, кто-нибудь из вас знает такую игруху? Она была, насколько я знаю, и на плойке на третьей, и на ПК. Домнейшн это сайберпанк будущего, то есть это параллельная реальность, если хотите. И вы знаете, когда я ее записал на болванку в то далекое время, давным-давно, записал, попробовал, и она мне вообще не понравилась. То есть меня убивали, убивали, убивали. Игра, как вы знаете, может быть и не знаете, я вам об этом еще не сказал, потому что, но я вам скажу. Игра, опять же, у нас кооператив, то есть по возможности в нее нужно, хотелось бы даже, чего разработчики от вас хотят, играть минимум вдвоем по интернету, чтобы вы могли друг друга вылечивать поскорее, знаете. Но я играл, как вы знаете, постоянно в соло, тем более прошитая приставка, там нельзя было к интернету подключаться. Можно было, но можно было схватить бан, а я всего этого боялся, и вы знаете, сейчас мне это все пофигу, потому что, вы знаете, я не пользуюсь ни болванками, ничем, у меня все лицензия, как говорится. Но раньше было так. Я в нее поиграл чуть-чуть, и все, она мне не понравилась. Потом дошло до, знаете, такое время появилось, что вроде бы никаких новинок и ничего не выходило в свет для Xbox 360. И я стал смотреть, знаете, в своей коллекции записанных болванок, думаю, а что бы поиграть? Во все игры я уже переиграл уже по два раза. Думаю, а ну-ка, Damnation. Я в нее включил, знаете, потренировался чуть-чуть, и, блин, как она меня, прям, знаете, засосала своей атмосферой. Блин, народ, просто я не по праву, опять же, не по праву, я ее отсортировал. Где-то первые два часа вы мучаетесь, потом вы привыкаете. Конечно, сейчас, народ, если вы сейчас, это в то время уже, это не помню какой год, мы еще глянем, в то время она уже была, знаете, такая немного устаревшая. Сейчас же, когда я записывал геймплей, я просто обалдел, какое здесь неинтуитивное управление. То есть, настолько топорное управление, что, я не знаю, мама дорогая, убить, да кого убить? Просто вынуть из, я не знаю, из этого, как сказать, вынуть ствол, чтобы из него стрельнуть. Здесь проходит года два, наверное, вы реально можете постариться, пока он вытащит свой ствол. Если вы меняете, например, оружие с автомата до, я не знаю, на дробовик, это так долго, так он это вальяжно делает, и вас раз в пять уже убивают. Проблема этой игры в том, что враги вас видят везде и всегда. То есть, если вы находитесь даже в 20 километров от какого-то врага, он вас стреляет и попадает. Вы не можете понять, откуда идет вот этот, знаете, огонь на вас. Проблема игры еще. У нее очень маленькое разрешение. Я не знаю, на Xbox 360, может быть, 720 было, но это был 100% апскейл. То есть, у игры не хватает разрешения, и вы не можете понять иногда, откуда вас стреляют. Третья проблема. Когда в вас попадают пару патронов, экран становится черно-белым. И потом уже означает, что вот немножко еще и вы кони двинете. И когда черно-белый экран, вообще никого не получается увидеть. То есть, у игры много проблем, но даже несмотря на это, я прошел ее просто-напросто с удовольствием, народ. И мечта пройти ее на второй раз по обратной совместимости, если когда-нибудь, дай бог, она выйдет в свет по обратке на консолях от Microsoft. Что мне понравилось, это, конечно же, история. Я не помню ее, но я помню, она мне понравилась. Обалденные персонажи, обалденная девчонка, которая здесь в кооперативе, она бегает с вами, как вы знаете, каи, управляется компьютером. Блин. Вообще можно сравнить игру с Gears of War. То есть, это шутер с перекатами, да, я не знаю, вы прячетесь за укрытие, стреляете, вас попадает, вы отдышались, побежали дальше. Все круто. Также в игре есть по каталке, то есть, уровни, где нужно ездить на обалденном мотоцикле. Короче, я не знаю, я ни в коем случае советовать не буду, но я показываю вот в этих видосах те игры, которые мне понравились. И вы знаете, вот Domnation это одна из них. И я смотрю, блин, ничего никуда не фокусируется. Вот так вот. Domnation, наконец-то он сфокусировался. Да, вот она эта деваха, про которую я вам говорил. Просто, вы знаете, еще в прошлое видео, когда я смотрел прошлые два, я обалдел, как YouTube все-таки режет картинку. То есть, вы видите какие-то артефакты, какую-то непонятную замыленность. Блин, как бы я вам хотел, чтобы вы смотрели вот эти вот видосы каким-то образом, знаете, в роуда тая. То есть, в тех файлах, которые у меня на компе, а не которые я выставляю на YouTube. Блин, потому что, ну, все сжато настолько, блин, я не знаю. И вот эта игра, в ней очень много деталей, как я уже и сказал, очень маленькое разрешение. Так что, мне кажется, YouTube ее вообще пожмет, как не знаю кто. Вот, вы посмотрите, мир сайберпанка. То есть, блин, ну, вы посмотрите, вот он этот мотоцикл, вот эти уровни с мотоциклами. Блин, вы едете, девчонка отстреливается, или девчонка едет, вы отстреливаетесь. Все просто круто. Помню, кое-как нашел ее тогда на физическом носителе. То есть, 2007 год, народ, 2007 год, и уже тогда я матерился на управление. А сейчас, спустя 13 лет, вы вообще, вы офигеете. Какое здесь безалаберное управление. Но дайте игре шанс, и вы не пожалеете. Игрушка вообще, ну, ну, просто обалденная. Вы посмотрите, какой офигенный, офигенный мануал, народ. Блин, ох, ох, ох. Вот эти персонажи, которые нам здесь встречаются. Блин, просто круто. Но, очень-очень большие нервы вам нужны, друзья, если вы будете играть один. Я, к сожалению, не знаю, работают ли сейчас еще сервера или нет. Я это не проверяю никогда. Потому что кооператив мне вообще поскольку-поскольку. Но, если вы возьметесь в одного его играть, вот в эту игруху, народ, вам нужны очень-очень огромные нервы. Если первые два часа вы пересилите, потом, поверьте мне, вас, блин, вас не оторвать будет от этой обалденной игрухы. Домнэйшн. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...